И снова здравствуйте, друзья! Я занимаюсь поиском уже не один год. Находил разные интересные вещи, предметы и немаленькую кучу монет. А также нашел, наверное, не один мешок пробок. Но вот клада не находил, где его только не искал. И на полях, и на лугах, даже под водой искал. Проплавал полдня, но клада там не оказалось. А вот люди находят. Предлагаю вам посмотреть интересное видео о настоящих кладах настоящих людей. Два друга-напарника, увлеченные поиском старины, решили поехать на место, где когда-то стояла деревня. Договорились выезжать рано утром, но почему-то не спалось. И начало третьего ночи я вышел покурить на крыльцо, говорит наш герой. У друга тоже горел свет, ему также не спалось, как и мне. Решено было ехать, не дожидаясь утра, одев на плечи рюкзаки с приборами и лопатами, оседлали мотоциклы и выдвинулись на место. Место встретило нас начинающимся рассветом, туманом и абсолютной тишиной, которую нарушало лишь пение птиц. Все говорило о том, что день будет солнечный и жаркий. Поставив под ольхой мотоциклы, попив кофе, мы собрали приборы и начали слушать землю. Дедушка был добр к нам в тот день, буквально сразу пошли правильные сигналы. И впервые за несколько веков монеты одна за другой смогли увидеть солнечный свет. Перестав обращать внимание на пикирующих со всех сторон комаров, мы увлеченно предались любимому занятию. Очередной сигнал. Глубокий, устойчивый на последней шкале дискрима верной аськи. Мягкий песок без труда выбрасывал лопатой. 20 сантиметров, 40, 60, 80. Целей нет, но прибор аж из рук вырывается, выдавая трели и переливы, так приятные слуху аськовода. Включен режим пинпоинт. Цель около дна ямы, чуть сбоку. Движение лопатой вбок и слышен хруст лопнувшего горшка и звон, посыпавшийся на дно ямы монет. Конечно же, дальше были нелитературные крики, потом слова «Клад», «Смотри», «Пятаки», «Рубли» распугали птиц, наверное, в радиусе 3 километров. Потом дрожащими руками начали выгребать монеты из ямы и складывать в кучу. Когда выгребли все еще минут 5, тупо сидели на земле и смотрели на эту кучу, прикуривая следующую сигарету от еще не потухшей первой. Я не знаю, как точно охарактеризовать это состояние, но это точно не жадность и не паника, скорее какая-то эйфория с мощным выбросом адреналина. В этой эйфории сгребли все монеты в кулек и при попытке его поднять в руках остались только лишь ручки. Все-таки общий вес был около 16 килограмм. Тогда я снял куртку и монеты высыпали на нее, завязали как смогли и засунули в рюкзак. Второй рюкзак засунули оба прибора с лопатами и рванули домой. Почему-то копать привычные потеряшки в той день больше не хотелось. Общий итог составил 297 различных пятаков Екатерины и Елизаветы и 27 серебряных монет разных номиналов и годов. Самая молодая монета была 1802 года. Шикарный клад, можно поздравить поисковиков. Рассказ о Перещепинском кладе мне довелось услышать в детстве от человека, который его нашел, а именно деда Карпа Маджара, рассказывает фактом краевед-учитель истории Анатолий Береза. 11 июня 1912 года двое пареньков Карп Маджар и его друг Федя Деркач пасли стадо коров в Корнауховой балке возле нашего села. На песчаном пригорке недалеко от берегов Ворсклы и впадающей в нее кагамлыка нога Карпа вдруг куда-то провалилась. Оказалось, она попала в металлический кувшин с широким горлом. В нем лежали украшения. Однако ребят не очень впечатлила находка и они продолжили пасти коров. Вечером переложили персни и браслеты в торбу и кувшин привязали к веревке и потащили это все в село домой. Отец Карпа увидел сокровище, заподозрил, что мальчики вздумали обокрасть церковь. Несмотря на заверение ребят, что они не врут, выпорол их розгами. Утром отправился к священнику рассказать о кувшине. Батюшка сообщил о необычной находке властям в Полтаву. Но археолог и полицейский приехали только через два дня. Так что у крестьян было время прихватить из склада что-нибудь для себя. Полиция стала ходить по хатам и чуть ли не у каждого хозяина изымать монеты, посуду, целые сервизы, персни, браслеты, швейные гривны из драгоценных металлов, также оружие, поясак, колчаны для стрел, седла и сбрую, которые были покрыты золотом. Всего 800 предметов. Вес золотых вещей был 25 килограмм, а серебряных 50 килограмм. Представьте себе, они были зарыты в землю около 1400 лет назад. Конечно же, все, что раскопали крестьяны, изъять у них не удалось. Почему-то я не удивлен. Недаром ведь в ближайшие год-два многие из них заменили на хатах соломенные крыши на жестяные и черепичные. Тогда это считалось чуть ли не роскошью. О вознаграждении за клад от царского правительства Карп Иванович ничего не говорил, только все благодарил советскую власть за пенсию. А Федор Деркачер рассказал, что в годы Великой Отечественной войны он служил полицаем, а потом ушел со ступающими немцами. На самом деле, родители мальчиков, нашедших Прищепинский клад, он, кстати, самый богатый из когда-либо обнаруженных на территории Восточной Европы, получили крупное вознаграждение, говорит кандидат исторических наук Александр Супруненко. Если я не ошибаюсь, этим семьям дали по 30 тысяч рублей. Деньги выплатили огромные по тем временам. Корова тогда стоила 60 рублей, а литр подсолнечного масла всего 40 копеек. Не то, что сейчас. Сейчас этот клад хранится в особой кладовой Эрмитажа. В один зал вещи из Прищепинского клада не вместились. Пришлось занять часть второго. Они демонстрируются в шкафах, изготовленных еще при царе. И самое интересное, что этот клад был найден в 5 километрах от того места, где живу я сейчас. Чуток он меня не дождался. Так бы я его нашел. Хе-хе. В кладе было очень много интересных вещей. Так что смотрите и наслаждайтесь. И вот он настоящий клад. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!